10 часов утра, время программы 7 дней в регионе на телеканале ПС. В студии Алексей Шемякин. Доброе утро. Сегодня 5 февраля, в воскресенье, за окном минус 19 градусов. Самое то, чтобы выбраться с родными людьми на природу, погулять или на лыжах. В общем, просто провести день с пользой. Но вначале посмотрите нашу программу, в ней будет не только много интересного, но и полезного. И вот о чем сегодня расскажут мои коллеги. Если бьет, значит ли, что любит? Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев. По неофициальной статистике, каждая четвертая женщина в России становится жертвой домашнего насилия. Почему жертве очень сложно противостоять агрессору? Потому что очень часто жертва считает себя сопричастной к этому действию. Олеся Кокина погрузилась в суть так называемого закона о шлепках и разъяснит всем нам совсем скоро. В разных районах Архангельской области собираются закрывать дома-интернаты для престарелых. В чем причина? Ветхость и непригодность для проживания или оптимизация? Не хочется уезжать дома родные. Ирина Ившина побывала в нескольких домах-интернатах, пообщалась с их постояльцами и выяснила все за и против переезда. Новоселье бы справить до новоселов вот нет. В регионе жители ветхих деревяшек не торопятся их покидать. Почему? Трудность заключается в том, что не все граждане проживают или в Северодвинске, или на территории Архангельской области. Алексей Карельский проехался по новостройкам и перефразировал строчки знаменитой песни «Московских окон. Негасимый свет» на «Архангельский лад». Также расскажем о том, как депутаты Государственной Думы провели региональную неделю в области, какие проблемы решили и с какими наказами уехали в Москву. И познакомим с очередными новшествами, которые прочно вошли в нашу жизнь с 1 февраля. Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона в нашей студии не изменился. 63 97 17. Звоните, мы будем рады пообщаться с вами. Ну а пока давайте посмотрим, чем жил регион на этой неделе. К 80-летию образования Архангельской области с космодрома Плесецк запустят ракету. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора региона в Мирный. Игорь Орлов проинспектировал объекты социальной сферы города, а также обсудил с начальником космодрома программу развития инфраструктуры и повышения качества жизни военных. Также Игорь Орлов принял участие в праздновании 60-летия образования космодрома и наградил его лучших сотрудников. Архангельская область действительно по-своему счастлива региона. Его великая история сегодня продолжается в том числе и вашими делами, вашим служением. Нахождение здесь, на нашей территории, первого государственного испытательного космодрома – великая честь. Честь здесь, в этой земле, продолжит традиции великого Ломоносова, Баранова, тех больших и славных имен полководцев, которые родились на этой земле и служили ей. Железнодорожный мост в Архангельске начнут ремонтировать в 2019 году. Такое решение озвучили на этой неделе на заседании по развитию морского порта. Планируется провести капитальный ремонт подъемной части моста, чтобы обеспечить ее работу при низких температурах. Стоимость капремонта составляет порядка 350 миллионов рублей. Ограничивать движение поездов не планируется, а вот движение автомобилей закроют на 2-3 месяца. Но пока все сроки примерные. Для начала специалисты будут готовить проектную документацию. В Северодвинске небезопасны для жизни пешеходные переходы вблизи школ. Так решил суд и обязал городскую администрацию до 1 мая этого года привести их в порядок. На перекрестке около прогимназии нет светофора и ограждения, а это нарушения госстандартов, которые ввели три года назад. В частности установить леерное ограждение вблизи пешеходных переходов, установить светофоры Т-7 или с вызывной фазой движения пешехода, а также оборудовать пешеходные переходы искусственными нервовностями. Недочеты выявили на семи пешеходных переходах. Два из них уже привели в порядок, на остальные пока не хватает средств. Пятерка за песню, но не простую, а историческую. Такой необычный метод работы на уроках использует педагог третьей школы Олеси Султанова. На вопрос «Кто к доске?» сразу лез рук. Выйти и исполнить песню желают все. Из-за острова на свежей, на простор личной волны. Разные классы относятся к такой форме по-разному. Я же не заставляю их петь, я просто им предлагаю. В качестве вот такой дополнительной оценки есть классы, которые категорически отказываются, никто не поет. Они серьезно работают на уроках, а есть классы, которые рады петь каждый урок. И просят Олеся Васильевна, давайте мы сегодня споем. Ну, конечно, такого перебора допустить нельзя, но если песня в тему, почему бы и нет. Новодвинские учителя стараются любую, даже самую сложную тему урока сделать понятной и интересной каждому ученику. Чемпионат Северо-Запада по лыжным гонкам прошел в Устьянской Малиновке. На старт вышли 120 спортсменов, прошли забеги в классическом и вольном стиле, а также эстафетная гонка. Среди женщин уверенную победу одержала команда Архангельской области. В мужской эстафете триумфаторами стали гости из Санкт-Петербурга. В принципе, на таких соревнованиях всегда конкуренция есть, практически как на российских соревнованиях. Молодые ребята очень хорошо сейчас могут пробежать, конкуренцию создать. Уже 7 февраля в Устьянах стартует первенство России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 15 и 16 лет. В них примут участие 450 спортсменов из 42 регионов страны. Архангельскую область представит 10 лыжников. Организаторы приглашают всех болельщиков поддержать нашу команду. 1 апреля исполнится 100 лет старейшему изданию области газете «Правда Севера». Этой теме было посвящено первое заседание Оргкомитета по подготовке к юбилею. Главное торжество состоится 21 апреля. С местом проведения пока не определились, возможно, им станет Архангельский театр и драмы. Ведь подписчиков и друзей у газеты много, и размах праздника должен быть под стать юбиляру. Запланировано множество мероприятий. Они связаны с молодежью, связаны с ветеранами газеты. И конкурсы, и выставки, и торжественное празднование, и мастер-классы, и информационные различные события. Я думаю, что будет очень интересно, и год этот запомнится. 63-97-17. Это номер телефона нашей студии. Звоните, мы пообщаемся с вами. Очередная ротация в правительстве Архангельской области. Алексей Гришков, занимающий должность зама-губернатора по стратегическому планированию, переезжает в Москву, чтобы стать вице-губернатором и руководителем регионального представительства в Москве. Игорь Орлов уже внес его кандидатуру для согласования в областное собрание. Гришков занимал свою должность чуть больше года. Ранее он курировал в правительстве экономику и финансы. На освобождающийся пост зама по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложен вице-премьер правительства и куратор экономического блока Виктор Иконников. И новость, которую начали активно обсуждать в интернете на уходящей неделе. В шести районах Архангельской области закрывают дома-интернаты для престарелых людей. Основная причина – несоответствие старых строений требованиям пожарных. Постояльцам предстоят переезды в безопасность для проживания интернаты. Но для пожилых людей любое новоселье – это стресс. Ирина Ившина изучила проблему. И даже гедонисту Кату Ваське передалась общая атмосфера тревожности. Этот дом для престарелых и инвалидов в Онеге в очереди на расселение. Персонал готовится к поиску новой работы, постояльцы – к переезду. Вижу, что сникают. Потому что все равно маленькие интернаты, это, конечно, вот их сейчас повсеместно, я смотрю, закрывают, все хотят централизовать, собрать всех под единую крышу. Ну, это, наверное, финансово это оправдано, наверное, да, это, вот. Но, конечно, маленькие интернаты – это, конечно, совсем другая атмосфера. Не хочется уезжать дома, родные стены все-таки. Так там, прибыль, не знаю, да. Тут хоть родственника навещают. Переезд – это вопрос безопасности. Интернат с 2013 года не знал ремонта. Фундамент сгнил на 60%. Дом стоит на городках. Нам показывают бывший роддом. Это здание тоже в управлении дома-интерната. Ежемесячно учреждение тратит по 90 тысяч рублей на отопление пустующей двухэтажки. Но закончить ремонт и переместить 56 постояльцев по соседству мешают 40 миллионов рублей, которых в бюджете нет. Вместе с Онежским дома-интерната для престарелых закроют еще в пяти районах области – Верхнетомском, Велегодском, Мизенском, Коножском и Котловском. Это в первую очередь будет касаться тех домов-интернатов, которые располагаются в деревянных зданиях. На сегодняшний день в Архангельской области более чем 300 человек проживает именно в деревянных зданиях домов-интернатов. Расстеление деревянных домов-интернатов – мера долгожданная. О такой необходимости говорили еще в 2007 году, когда произошли сразу несколько пожаров в подобных учреждениях. Тогда в огне погибли более сотни стариков. ЧП с жертвами произошли и в 2008-м, и в 2009-м. Последний пожар в интернате для престарелых случился в прошлом июне в поселке Березовка Пермского края. Погибли двое. И, пожалуй, будущие 300 пенсионеров-переселенцев не переживали бы так сильно, если бы увидели одно из тех учреждений, которое станет им новым домом. Так Онижан уже ждут в пансионате «Забота» в Архангельской и Сокогорке. Еще шесть лет назад в этих стенах была больница. В 2011 году ее закрыли. Энтузиазм нескольких людей и миллионные инвестиции в 2016 году превратили это место в первой и единственной в регионе частный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Любовь Анатольевна, Вы здесь работали, когда это была еще больница. Скажите, сильно ли это место преобразилось? Преобразилось полностью. Здание особенно. Очень красиво снаружи на него смотреть. Внутри много очень красиво все сделано. Располагается где-то у нас примерно 70 комнат на 180 мест. Поменено буквально все. Ремонт здесь смело можно назвать дизайнерским, а интерьер продуманным до мелочей. Кровати многофункциональные, специальные водоотталкивающие матрасы, просторные туалетные комнаты. Оборудованы медицинские кабинеты. На кухне пахнет домашним обедом, а в прачечной – чистотой и свежевыглаженным бельем. Галина Павловна Чащина переехала сюда из Северодвинского дома-интерната. Переезда ждала 4 года. Здесь условия отличаются? Ну, здесь такой ремонт сделан. А там же старое здание. Главное – кровать. По мне кровать. Очень хорошо. Раз в месяц сюда приезжают артисты, дают для постояльцев концерт. Летом на территории пансионата пенсионеры собирают грибы. Персонал говорит – забота творит чудеса. На ноги встают те, кто раньше отказывался это делать. Условия пребывания в заботе для пенсионеров такие же, как и в государственных интернатах. 75% пенсии отдает сам постоялец. Оставшуюся сумму вносит регион. И есть только один нюанс. Кот Васька здесь пока исключительно в плюшевом варианте. Ирина Ившина, Алексей Шумякин, Денис Линчевский, Евгений Зыков. «Семь дней в регионе». Мы обязательно будем следить за этой темой и вернемся к ней в следующей программе. Ну, а пока к другим темам и не менее важным. Государственная Дума приняла, Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, получившие в обществе название «Закона о шлепках». Документ вызвал неоднозначную реакцию. История такова. В июле 2016 года был принят закон, который устанавливал уголовную ответственность за причиненные побои для членов семьи и близких лиц. При этом чужие люди могли отделаться за аналогичное деяние административным штрафом. Под побоями подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках. На эту тему репортаж Алиси Кокиной. Даже если прошло много времени, все равно страшно и стыдно. Потому что вроде как, это же ведь тебя били, роняли на пол, пинали ногами. Тебе выдавали пощечины, тебя выгоняли из дома, тебя кидали с предметами. А стыдно почему-то тому, кто терпел, а не тому, кто бил. И для того, чтобы это как-то изменить и что-то для себя решить, нужно было существенное время, чтобы вообще признать себя жертвой и перестать считать себя виноватой. По неофициальной статистике, в России каждая четвертая женщина становится жертвой семейного насилия. Но далеко не каждая из них обращается за помощью. По данным психологов, в Европе для того, чтобы обратиться в полицию, женщина сначала терпит семь случаев насилия, совершенного над ней. Почему жертве очень сложно противостоять агрессору? Потому что очень часто жертва считает себя сопричастной к этому действию. Она считает себя виноватой. Она считает, что раз она допустила подобные действия в отношении себя, значит, ей тоже предстоит за это отвечать. Обвинение по статье 116 «Побои в отношении родственников до вступления закона о декриминализации в силу» носит частный характер. То есть жертва может обратиться в полицию или в мировой суд. Она же должна доказать, что ей причинили физическую боль, которая не повлекла за собой последствий. Сейчас это уголовное преступление, и верхняя планка наказания за него до двух лет лишения свободы. В ближайшей перспективе состав преступления станет составом правонарушения, поскольку теперь побои в административном кодексе. Что такое побои? Это удар, щипок, шлепок. Они образуют состав административного правонарушения. И при рассмотрении дел об административных правонарушениях, прекращение дела в связи с примирением, оно исключено. В Архангельской области из тысяч обращений реальными приговорами в 2016 году закончилось 134 дела. Участковый уполномоченный Денис Бабиков рассказывает, что семейные конфликты с побоями на его участке случаются нечасто. Однако практика полицейских иллюстрирует, обычно семейные разборки заканчиваются миром. Как правило, такой материал передается в отдел дознания и может поступить, как правило, чаще всего поступает заявление о том, что не желает человек привлекать к ответственности своего супруга. Обвинение в административном правонарушении уже частно публичное, а значит прекратить разбирательство не получится. Наказание за содеянное, штраф от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест сроком от 10 до 15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов. Еще и на учет поставят профилактический. Кстати, сейчас под наблюдением полицейских в Поморье более тысячи домашних агрессоров. При постановке на профилактический учет с ними проводятся профилактические беседы, устанавливается их круг общения, связи, опрашиваются близкие родственники, в том числе по поведению гражданина в быту. Если нарушитель после административки повторяет свой опыт с побоями, наступает уголовная ответственность. Законодатели считают, что этим они сократят количество правонарушений, связанных с семейным насилием. Сейчас в области это 13% от всех совершенных преступлений. Получив почти единогласную поддержку Госдумы, закон расколол юристов, психологов, социальных работников. У тех, кто против, есть свои аргументы. Понимаете, в чем, извиняюсь, правовой дебилизм данной ситуации? Он в том, что мы, не придумав, наши законодатели не предложили никакую новую норму. Вот, например, вы сказали действительно о судебном запрете. Они берут и отменяют ту единственную, которая, может быть, и не очень хорошо работала, но, тем не менее, работала. В Госдуму уже поступал проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. И в нем была предложена схема защитного предписания, которая могли бы выдавать правоохранительные органы или мировой судья сроком от одного месяца до года. Вот только депутаты отказались рассматривать документ, предложив его авторам сперва получить отзыв правительства. Только вот оказываем помощь женщине, даем ей какие-то советы, куда обратиться, что делать. А вот предоставить какую-то действительно такую помощь, чтобы ее изолировать от насильника, к сожалению, в городе у нас таких приютов нет. Но есть в области даже два – в Карагопольском и Вельском районах. Туда женщины могут отправиться, написав заявление в любом органе социальной защиты. Гостиницу с питанием им бесплатно предоставят на полгода. Там же окажут квалифицированную помощь. Для таких женщин у нас созданы все условия. То есть у нас имеются две комнаты для проживания, у нас имеется кухня, где женщины могут сами себе приготовить пищу, есть душевая кабинка, есть ванная комната. В Архангельске еще в 2003 году был принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. Однако много лет документ оставался рамочным. Только в декабре 2016 года региональные парламентарии возобновили работу над поправками к нему. С прицелом инициировать обсуждение такого документа на федеральном уровне. Олеся Кокина, 7 дней в регионе. Директор Северодвинского социального центра «Солунушко» Сергей Шувалов. Сегодня с утра у нас в гостях. Сергей Борисович, доброе утро. Доброе утро. Ваше отношение к этому закону? Ну, о том, что так называемый закон о шлепках, отменили, я считаю правильно. Потому что в этом вопросе необходим закон по профилактике семейного насилия. Вы работаете в центре, где каждый день разбираются какие-то семейные коллизии. Вот скажите, пожалуйста, много семей, в которых происходят побои? В основном кто дебоширы? Ну, конечно, мы работаем с семейным насилием, и в любой семье есть конфликт. То есть вся социальная получива – это конфликт. Дебоширы, да, в основном бывают мужчины. Это не обязательно родные отцы, например, детям. Очень часто бывают сожители. То есть вот в этом проблема очень большая стоит в Архангельской области. Насколько она большая? В каждом районе? Ну, если вы посмотрите, например, на сайте Следственного комитета, то вы увидите, что очень часто, да, ежемесячно возникают какие-то вопросы по насилию к детям, стороной взрослых, и чаще всего-то неродные даже. Скажите, пожалуйста, как вообще бороться с такими отцами или неотцами? Только ли уговорами? Нет, конечно, нужно оказывать полный комплекс социально-психологической помощи таким всем, что часть-то ведь их испытывают психологические проблемы. Поэтому здесь необходима целая программа по выходу из таких ситуаций. Программа какая? Психологи, юристы? Комплексная. Полицейские? Да, здесь должны работать и психологи, и юристы должны работать. Человек иногда не понимает о том, что он делает. Он считает, что он никакого не нарушает закона. Поэтому комплексная программа по профилактике населения. Насколько часто в вашем центре встречаются случаи, когда побои в семье? Понимаете, очень часто конфликты внутрисемейные происходят. Это достаточно долгий конфликт, он тянется на большой период. И уже побои, когда человек не может других аргументов найти, он распускает руки. То есть это уже последняя какая-то стадия, да? А почему тогда, вот вы сказали, что мужчины в основном дебоширят, да? А почему тогда женщины на начальной стадии не идут за помощью? Ну, понимаете, женщины любят, то есть переживают. То есть правильно сказали. Убьет, значит любит. У нас это осталось. Часто скрывают это на первом этапе. А человек, когда начинает к другому проявлять насилие, он считает так, что он раз ударил, ничего не произошло. Два ударил, ничего не произошло. Значит, это норма. Безнаказанность. Безнаказанность. Есть идея создать в Архангельской области кризисный центр для мужчин. Откуда идея, что это будет? Да, Минтрут России предложил Архангельской области на создание такого кризисного центра для мужчин. Такие центры есть в России. Есть большие, комплексные, как в Варнауле, в Алтайском крае, когда работают с мужчинами, начиная от воспитания мальчика, заканчивая от профилактики семейного насилия. Какую примет позицию нашу Архангельскую, пока не ясно. Вы понимаете, что бюджет на сегодняшний день у нас тяжелый, нескординированный. Это требующая работы много. Я за то, чтобы, конечно, такой центр был у нас. А что там будут с ними делать? Разве можно перевоспитать взрослого мужика? Ну, понимаете, возможно перевоспитать, возможно объяснить человеку. Запугать? Нет, почему запугать? Объяснить, что бить это не выход. Иногда можно просто решить с семейными переговорами, то есть решением вопросов. У нас работает, например, семейная служба примирения. Иногда удивляюсь. Помните письмо Висборга, то есть незакрытый тюбик зубной пасты? Да, да, да. То есть в семье оказывается, люди рядом живут, и друг другу не говорят свои проблемы, что одного бесит другое. Почему они не говорят? Не доверяют? Нет, они думают, что он видит. А этот человек этого не видит. То есть поэтому происходит конфликт. И когда люди садятся, то есть начинают претензии писать, то есть другому, когда показываешь, он говорит, да вы что? Я на это внимание не обращал. Да это все можно убрать. То есть причину. То есть были такие случаи? Конечно. Вот наверняка вы изучали, уже говорили мы с вами, что подобные центры есть в Барнауле. Насколько эффективно он работает? Ну, у него эффективно очень хорошая. То есть он работает полными программами. То есть от мальчиков, от маленьких работает, до дедушек работает. То есть иногда, понимаете, мудрость мужчин в возрасте 50-60, которые прожили всю свою жизнь, да, то есть понимают, как нужно жить, она молодежи, особенно молодым семьям, то есть молодым, молодоженам она помогает. То есть на примере? На примере. В нашей области нужен такой центр? Да, конечно. Такой бы центр нужен. То есть у нас проблема это есть? Проблема это есть. Спасибо большое. Директор Северодвинского социального центра «Солнышко» Сергей Шувалов был сегодня с утра у нас в гостях. До свидания. Теперь к ситуации, на мой взгляд, парадоксальной. 31 декабря 2016 года в регионе официально завершился третий этап программы по переселению из аварийного жилья. Но точка не поставлена. Переезд в новые квартиры процесс не быстрый, а для чиновников еще и проблемный. Потому что одни потенциальные новоселы по разным причинам не спешат заехать в новое жилье, а кого-то и вовсе не могут найти. И таких не единицы, а десятки. Алексей Карельский продолжит. Северодвинск. Город молодой и относительно небольшой. Столь массовой деревянной застройки, как в Архангельске, не знал. Потому и проблема ветхого жилья здесь стоит не так остро, как в столице Поморье. На третьем этапе программы по переселению благоустроенные квадратные метры здесь должны получить 276 семей. Две сотни северодвинских ячеек общества сейчас обретают надежную крышу над головой в двух домах на улице Ломоносова. Еще 76 должны оккупировать пятиэтажку на лесной 24. Экскурсию по дому проводит начальник управления муниципального жилфонда Игорь Соснин. Заходим в очередную квартиру. Эта квартира предназначена для переселения из ветхого аварийного жилья. Двухомнатная квартира полностью поклеена линолеумом. Все. Сантехника. Все есть. Граждан нет. Точнее так, многих пока нет. Граждане, которые получают договорство с найма, они должны подписать обязательство сдачи аварийного жилья. Они должны его освободить. А для того, чтобы они должны освободить, должны подписать все совершеннолетние члены семьи. Трудность заключается в том, что не все граждане проживают или в Северодвинске, или на территории всей Архангельской области. Они должны присутствовать лично или по нотариальной доверенности. К середине недели договоры соцнайма получили две трети новоселов. Кто-то подойдет за документами в эти выходные. Кого-то, вероятно, придется искать с полицией. Не найдут, в суд пойдут, дабы признать человека, утратившим право пользования жилплощадью. Его место займут следующие очередники. Правда, бывает и так, потенциальный новосел есть, а желания переезжать нет. С 36-го года женщина. Мы предоставили жилое помещение, соответствующее где-то, соответствующие площади занимаемые, в квартиру, то, что нас занимало. Но это был первый этаж. Мне, говорит, не нужно первый, мне нужен только пятый. И случай другой, противоположный. 23 года парня. Пятый этаж. Нет, мне нужен первый. Ну, люди начинают выбирать не то, что площадь квартиры, начинают выбирать этажи. Это их право. У нас, если есть такая возможность, мы идем навстречу. Но если такая возможность, у нас, если нет такой возможности, у нас и нет обязательств. Закон этажи не расписывает. Так что упертых граждан, если что, переселят по суду. Да-да, приставы вместе с вещами перевезут. Так как задача программы не только новое жилье предоставить, но и старое снести. Игорь Штенников кочевряжиться не стал. Ему благоустроенная квартира в радость. Наш дом старый, уже почти все гнилое в доме. А здесь, видите, какая красота. Я жил с соседями. Мне очень нравится, что я теперь сам буду жить. Деревяшка, в которой проживал пенсионер коммунального типа. Несколько комнат, общая кухня и санузел. Соседка Игоря Евграфовича Нина Брагина мечтает поскорее пойти по его стопам. Скоро должны переехать, наверное. Почему, наверное? По суду. Ну, как, ждем, вот, повестки. Объясните нам смысл, мы не очень понимаем, что значит по суду, почему по суду. Вот то, что нам, как метра не хватает в жилой площади. Ну, вы какую-то претензию предъявляете или вы согласны на переезд и этот метр и бог с ним? Да, согласны на переезд. Называется это мировым соглашением. Народ готов потерять в площади пару метров ради комфорта и удобств. Правда, получается, что задержка с повесткой автоматически тормозит и программу по расселению. А что Архангельск? В четырех домах на Ленинградском зияющие чернотой окна без признаков жизни. А ведь за считанные недели расселить надо примерно шесть сотен семей. На 2 февраля лишь 86 заключили договор соцнайма. Но все они заезжают не на Ленинградский, а вот в эти два дома. Почти как в известном советском шлягере московских окон негасимый свет. В данном случае свет окон на московском 52 и 54. Пока его, мягко говоря, маловато. Одна из причин в том, что граждане, которые должны сюда вселяться, то есть в своих аварийных домах. Найти их не могут, соответственно, не могут и заключить договор социального найма. Вселять просто-напросто некого. На московском 52 таких потеряшек более 30, на московском 54 почти 70. Дежавю а-ля Северодвинск. Снова розыск, дальше суд. Люди, где вы? Вас ждут в службе найма на Ленинградском 165 и в администрации города на площади Ленина в кабинете номер 112. Впрочем, говорит начальник жилищного отдела Ольга Лямина, не все, кто приходят, затем совершают марш-бросок в новостройку. Есть граждане, которые отказываются у нас переезжать, пишут отказы в связи с тем, что не согласны с предоставлением жилых помещений в коммунальных квартирах. У нас есть такое право переселить граждан по суду. Во-первых, в коммуналке мы даем, делаем коммунальные квартиры из квартир, которые построены в связи с тем, что у нас 89-я статья. Мы обязаны предоставить равноценную, но благоустроенную в черте города Архангельска. Здесь мы ничего не нарушаем. Если люди живут в коммунальных квартирах, в комнатах коммунальных квартир, значит, мы и предоставляем комнаты в коммунальных квартирах. В этой деревяшке на Ленинградском зарегистрирован гражданин, не желающий менять ветхую комнату на благоустроенную. Хочет отдельную квартиру. Оказалось, однако, что в старом доме он не обитает. Ничего, нашли другого героя. У Сергея Карташова ситуация даже хуже. Вариантов с переездом вообще пока нет. Я задавал вопрос, Мэри, почему в том подъезде жителям предлагали на Московском, а мне нет. Мне ответили, что там нет такой жилплощади. Почти 76 квадратных метров. Общая жилая площадь. Что говорят в администрации города? То, что они подыскивают мне жилплощади соответствующего размера. Но по срокам пока ничего. По срокам пока ничего. Похоже, придется Сергею ждать новых домов или соглашаться на значительную потерю площади. В новостройках на Московском даже трехкомнатные не дотягивают до 76 квадратов. Но ведь пока и трешки не предлагают. Хотя вот не найдут граждан потеряшек, глядишь, и до Сергея очередь дойдет. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. Обсудить некоторые городские темы мы пригласили сегодня председателя Архангельской городской думы Валентина Суирова. Валентина Васильевна, доброе утро. Здравствуйте. Итак, в городе, конечно, много болевых точек, связанных, прежде всего, с городским хозяйством. Какие из них вы считаете наиболее важными, главными? Ну, мне кажется, одна из важнейших, та проблема, которая сейчас была озвучена в эфире, это переселение из ветхого аварийного жилья, это благоустройство наших дворовых территорий, это уборка в зимний период города от снега. К сожалению, в этом году зима достаточно снежная. Сюрпризы, да, но бывает же, мы всегда имеем много снега в нашем городе, но это как-то растянуто во временном промежутке и не вызывает таких сильных накладок и недовольства наших граждан. А в этом году, ну вот, к сожалению, несколько дней подряд снег валил, и мы в таком снежном коллапсе оказались. Вы справились? Я считаю, что мы справились. Но мы справились по центральным дорогам, мы справились там, где ходят автобусы. Но есть проблема, которая присутствует во дворах, и проблема сложная, которой надо заниматься и которую надо решать. Надо садиться за стол переговором и с управляющими компаниями, надо делать новые учеты по городу, это новые нарезки, что управляющие компании должны знать, за что они отвечают. И мне кажется, и жители должны знать, за что они платят управляющие компании. Это самое главное. Мы платим, мы должны получить качественную услугу. Если у них в квиточки приходит, что они платят общедомовые расходы, и в том числе там идет уборка дворовой территории, то управляющие компании как минимум некорректно говорить о том, что эта часть не разграничена и им не принадлежит. Берете деньги, убирайте. Не берете деньги, другой вопрос. Может быть, уже тогда пора принимать какие-то организационные меры? Обязательно. Их давно пора принимать, и давно надо разговаривать. Но вот, к сожалению, сейчас показывали до этого Северодвинске, я знаю, что в Северодвинске всего пять управляющих компаний работает, а у нас порядка девяносто управляющих компаний. А для нашего города, ну, должно быть, на мой взгляд, я не профессионал в этом деле, но чтобы можно было договариваться, хотя бы десять, пусть это будут десять управляющих компаний, которые занимаются нашим городом, занимаются нашими домами, но чтобы можно было с ними разговаривать, это должны быть крупные компании, которые несут определенную ответственность. Пусть они зарабатывают деньги, мы не против, Но за эти деньги они должны предоставлять качественную услугу. Мы оговорились о жителях, что они должны получать качественный результат за то, что они платят деньги. А насколько сегодня активны сами жители? Ведь несложно взять лопату, почистить у своего подъезда и так далее. К сожалению, жители наши не активны. К сожалению, прошли те времена, когда мы все вместе выходили на субботники. Это было и весело. Нас к этому учили, нас к этому готовили с детства. Сейчас, к сожалению, немножко другое время. С детства сейчас детей готовят играть в компьютер, в айпадах, сидеть в телефонах. А это же пример. Надо выходить вместе с детьми, брать лопату и помогать дворникам, управляющим компаниям наводить порядок у своего подъезда. Валентина Васильевна, вы член фракции «Единая Россия» в Гордуме. И понятно, что во главе вашей работы это задачи, которые были поставлены «Единой России». Сегодня какую работу проводит партия, проводит фракция для улучшения качества жизни архангелогородцев? Давайте так, вопрос достаточно сложный. Я хочу сказать одно. «Единая Россия» отвечает за все. От принятия бюджета и до его исполнения. Малые партии, которые, как они считают себя оппозицией, они в этом не участвуют. Мне очень нравится оппозиция вообще других партий. Когда мы принимаем бюджет, они выступают за то, что бюджет проработан, грамотно составлен, максимум всего учтено. Но мы голосовать за него не будем, потому что сверху нам так сказали. Но, ребята, вы не будете голосовать, вы не хотите в этом участвовать. А что тогда, в чем выражается ваша оппозиция? Только критиковать? Ну, это все умеют, мне кажется, это у всех хорошо получается критиковать. А вы поработайте, вы понесите ответственность за то, что вы приняли. Поэтому все, что делается в городе, да и вообще в области, мне кажется, это заслуга «Единой России». Бюджет сбалансированный, бюджет социально направленный. В первую очередь, конечно, это заработная плата. Они не хотят принимать бюджет. Значит, вы не хотите платить зарплату учителям, социальным работникам, воспитателям. Нет логики в этом. Поэтому, конечно, мы всю ответственность берем на себя. И партийные проекты, которые недавно были заявлены на съезде, они также реализуются на территории города? Также реализуются, также мы в этом участвуем, мы хотим в этом участвовать, мы хотим, чтобы наш город развивался. Там есть замечательные проекты, до которых мы несколько лет витало это все в голове, и, наконец-то, это идет сверху. Потому что реально, ну, у нас никогда не хватит денег сделать то, что вот сейчас нам федерация предлагает. На нашем муниципальном уровне мы бы никогда этого не сделали. Это благоустройство всей дворовой территории. Это значит, там должно быть учтено и интерес автолюбителей, интерес взрослого населения, пожилого, я имею в виду пожилого, детей, подростков. Это будет комплексное благоустройство, будут выбраны большие дворовые территории. Это будет, ну, скажем так, как микрорайоны, куда можно прийти из соседних дворов. Но там будет предусмотрено все, все, что касается и мамочки с колясками погулять, и детки поиграть, и бабушки на скамеечке посидеть, воздухом подышать. Выделены достаточно большие, серьезные деньги на это. Часть денег уйдет на благоустройство скверов и парков, и большая часть уйдет вот именно на этот проект дворовых территорий. Конечно, мы хотим задействовать это жителей нашего Архангельска. Конечно, хотим, чтобы они в этом поучаствовали. Предложили что-то. И, конечно, чтобы они за этим следили. Сколько детских площадок установили в городе, и какой печальный результат. Начинают критиковать власти, вы их не содержите, они опасны. Уважаемые родители, следите за своими детьми. Мы столько площадок установили, их вандалы разбивают. Ну, это неправильно. Ну, и бюджет не бесконечный. Ну, вы же дома не позволяете детям все подряд колотить. Вандалы — это чьи-то дети. Конечно, конечно. Поэтому мы дома бережем, и точно так же надо и общедомовое имущество беречь. Поэтому надо с жильцами договариваться с этих дворов о том, чтобы мы делаем, город делается вместе с федеральным бюджетом, с областным бюджетом. Ну, давайте будем следить хотя бы. А вы следите. Да. Валентина Васильевна, ну, чтобы больше привлекать средства на наш регион, нужно, конечно, тесное взаимодействие с депутатами Госдумы. Насколько оно налажено у вас? Ну, вы знаете, мне кажется, это Госдума более такая рабочая, более конкретная. Да, депутаты выбирались, получали наказы. Сейчас они приезжают в регионы, у них каждая неделя в месяц, и это региональная, где они встречаются, в том числе и с нами, с городскими депутатами. Мы у них спрашиваем, что они сделали. Они нам отчитываются о проделанной работе. Мы готовим новые им наказы, в том числе, мне кажется, вот этот вот проект дворовых территорий, это и родился из тех наказов, которые шел перед выборами депутатов Государственной Думы. Очень много было вопросов о том, что неблагоустроенные дворы заставлены машинами, нет парковок, точная застройка всему это мешает. И вот из всех этих наказов вот и родилось вот это вот большое дело, и я думаю, что у нас получится. Мы до 1 апреля должны подготовить проекты, чтобы попасть в эту программу. Я очень надеюсь, что администрация города уже готовит. Я знаю, что есть 9 площадок для города Архангельска, где можно осуществить эту программу. И, конечно, надеемся, что и область успеет. У нас огромная же область подготовит такие площадки. Главное не упустить момент и время. Конечно, будет очень обидно, если мы этого не сделаем. Валентина Васильевна, благодарю вас, что вы нашли время сегодня с утра побывать в нашей студии. Валентина Сырова, председатель Архангельской городской думы, была сегодня с утра у нас в гостях. Как мы уже отметили, у депутатов Государственной Думы завершилась очередная региональная неделя. Напомню, в октябре прошлого года были приняты поправки в регламент работы Нижней Палаты парламента, согласно которым каждая четвертая неделя месяца должна быть посвящена общению с избирателями руководством региона, которые избранники представляют в Думе. За нарушение штраф позиция спикера Вячеслава Володина в этом опросе жесткая. Никого содержать не будем. Хочешь работой, а не хочешь, то можешь повторить участь некоторых депутатов, которые уже покинули стены Госдумы. Все четыре депутата от нашего региона в постоянном контакте со своими избирателями и властями. И вот тому подтверждение. Последняя неделя каждого месяца для депутатов Госдумы – это время работы в округах. Обязательные встречи с избирателями. В общественную приемную «Единой России» к Дмитрию Юркову обратились жители деревни Верхняя Золотица с продуктовой проблемой. Доставить килограмм груза морем – это 25 рублей. Накручивается сразу авиация – это 42-45 рублей. То есть я вот тут вам пример привел. Прошлое лето, допустим, сахарный песок здесь он 45-50 рублей, у нас в Золотице он до 100 рублей доходит. Люди предлагают предусмотреть дотации для перевозчиков, чтобы они не компенсировали свои транспортные потери за счет жителей. Давайте мы запрос сделаем у нас в Министерство транспорта. Во-первых, поймем, сколько у нас таких отдаленных есть и необходимых деревень и территории. И посмотрим на возможность создания какой-то региональной программы. Контроль за строительной отраслью региона – приоритет в работе депутата Андрея Палкина. Особое внимание социальным домам на Московском проспекте в Архангельске. Палкин не понимает, почему подрядчик везет строительные материалы из Чувашии, а не заказывает у местных производителей. Недоверие и к организации работы на стройке. Для того, чтобы это все реализовать, сегодня как минимум должно здесь работать в 2-3 смены. Круглосуточно работать и без выходных. Надеюсь, что, как обещают, первый дом сдать в мае, а мы приедем, посмотрим. В любом случае дома должны быть сданы до 1 сентября. Елена Втарагина на региональной неделе обсуждала с врачами родильных домов проблему создания бэби-боксов. По мнению депутата, регионы должны самостоятельно решать, где их размещать. Сегодня мы с Оксаной Пушкиной, с Ириной Родниной внесли новый законопроект. У нас уже их несколько по бэби-боксам. Мы внесли буквально вот в этом месяце новый, где говорим, он очень короткий. Мы даем возможность сегодня субъекту Российской Федерации самому решить, где ему сделать бэби-боксы, в каком роддоме. Куда-нибудь, ни на лавочку, ни в подъезд подбросить под дверь, а в бэби-бокс обустроенный. И, конечно, медицинская точка зрения здесь едина однозначно. А это встреча с губернатором. Глава региона просит депутатов активнее лоббировать интересы Архангельской области на федеральном уровне. И признает, что наши избранники не потерялись в Думе. Законодательных инициатив от них поступает достаточно много. У нас есть с вами необходимость встречаться на этом уровне, мне как губернатору, потому что Москва остается Москвой, и много важных для региона вопросов решается там. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Ирина Ившина. Семь дней в регионе. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ольга Епифанова. Сегодня с утра у нас в гостях. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Региональная неделя депутатов Госдумы. Вы в Архангельской области, в других регионах, которые вас выдвигали, которые вас выбрали, вопросов много. Вот на ваш взгляд, топ-3 проблемы, которые будет решать Ольга Епифанова? Ну, первый топ-это, конечно, медицина. Притом, проблема медицины не зависит даже от правительства Архангельской области или от бюджета Архангельской области. Мы все понимаем, что во всех северных регионах медицина недофинансирована. И регионы дотационные, которые сами уже в ловушке в кредитной находятся, просто деньги неоткуда взять, это решение должно лежать в области федерального правительства с созданием специальной программы, либо подпрограммы, либо, извините, просто выделением каких-то бюджетных осигнований, на то, чтобы решить проблемы для земель, где плотность населения на квадратный метод полтора-два человека, как в Архангельской области. В Викюте это полчеловека. То есть это общая северная проблема. И я считаю, что ее необходимо решать, потому что село не будет жить, если там не будет здравоохранения. Второй очень серьезный вопрос – это все-таки ЖКХ. И даже Морозы показали, как у нас все происходит. Не все хорошо. Да, и с Оливочи Годскими я тут и телеграмму отправляла, и разбиралась. То есть рвет по очереди в каждом городе. И, конечно, здесь я готова взаимодействовать с органами нашей исполнительной власти для того, чтобы приложить все усилия. Очень большие вопросы все-таки по ветхому жилью, по переселению, по аварийному жилью. И есть очень важный вопрос, я уже выхожу на четвертый вопрос, по территориям опережающего развития. Есть моногорода, есть прекрасные программы для моногородов. И, к примеру, город Онега является моногородом. И как раз для Онеги очень бы хорошо было сделать там территорию опережающего развития. Соответственно, бизнес бы получил хорошие льготные возможности по налоговоложению. И, наверное, часть предпринимателей была бы готова вложить деньги непосредственно в Онегу, в Онежский район, что очень выгодно для Архангельского области. Ольга Николаевна, Вы приняли участие, зачитаю, чтобы не ошибиться, в работе 25-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Республике Фиджи. Много говорили о проблеме женщин в современном мире. Было о чем рассказать? Было поделиться чем перед иностранными коллегами? На этом форуме, где присутствует 27 стран, просто второй раз всего за весь период действия была площадка «Встреча женщин-парламентариев». И она обоснована чем? Оказывается, меры нашей семейной поддержки в поддержке не только семьи, но и молодых женщин, и молодых семей, как раз решают те проблемы, которые есть у них. Для меня было неожиданным узнать, что основная проблема дискриминации по полу – это Япония. И, кстати, японская делегация как раз против дальнейших продолжений таких встреч в рамках форума. Интересно. Да, для меня было очень удивительным узнать, что женщины Индонезии капитально уже захватили власть и уже откватировали парламент и правительство. И что волнует? Волнует... Это не призма европейских ценностей, где идет борьба между мужчиной и женщиной, а это очень простые вещи. Как девочкам получить образование? Оказывается, есть проблема недоступности образования, которой нет в России. Почти во всех странах, если женщина родила ребенка, фактически ее не берут на работу. И нет даже законодательства, которое бы обязывало оставлять женщину на работе. Нигде нет трехлетнего, даже полуторалетнего декретного отпуска, и нет материальных мер поддержки. И я говорила об очень простом. Я говорила о наших поддержке молодых семей, молодых женщин через семью. И женщины, конечно, были так очень удивлены. Им нужно что? Что мы им просто детально рассказывали, что у нас действует и что дает результат. У нас в России. Да. И они тогда понимают для себя цель и задачу, которую они должны сделать у себя. А мужчины услышали женщин на этом форуме? Ни один мужчина не пришел на встречу с женщин-парламентарием. Но очень активно потом в рамках форума обсуждали вопрос, надо ли оставить эту встречу в рамках форума. Вернемся, что называется, на проблемы Архангельской области. Вы встречались с рыбаками, вы встречались с лесопользователями, с предпринимателями. Проблемы, конечно, есть. И в той, и в другой сфере. Нынешний состав Госдумы способен их как-то разрешить? Что касается очень злободневных вопросов. Один из комитетов, который курирует как раз по природопользованию земли собственности. И как раз он ведет законопроект о рыболовстве, который был принят без большого рассмотрения в июне прошлого года. Вовремя наши предприниматели сообщили об этой проблеме. И на данный момент, после всех писем, отправлял письма Эдварковичу и ответственным министрам. Создана рабочая группа и ведется работа уже по такому серьезной проработке законопроекта. Поэтому я думаю, что многие негативные вещи можно будет сгладить. Буквально на прошлой неделе мы в первом чтении приняли закон с поправками в лесной кодекс, внесенный правительством Российской Федерации. А 19 января в Государственную Думу поступил законопроект от Архангельского областного собрания. И я, как уже действующий депутат, понимаю, что при всем его рассмотрении он не пройдет, потому что правительственный был более глобальным и более расширенным. Поэтому я тут же связалась со спикером Архангельского областного собрания, Виктором Новожиловым, с предложением из закона срочно взять то, чего не предусмотрено в правительственном законопроекте, вместе с нашими депутатами, внести именно поправками. То есть как бы все полезное из Архангельского закона внести в существующие правительственные, которые же идет. В течение месяца, я надеюсь, мы сможем подготовить эти поправки, внести. То есть тут тоже работаем. Потому что я даже выступала в Государственной Думе с трибуны как раз по лесному кодексу и по аренде земель. Потому что мы тут получили очень интересную вещь. Национальное достояние – наш лес. Человек, приближенный к структурам власти, может взять в аренду и пересдать в аренду тем, кто реально занимается лесопилением или лесопереработкой. И просто жить как ранхепь, пересдавая вот эти лесные площади, получая прибыль. Притом страдает деревообрабатывающая промышленность, налоги не поступают в государство. И что такое? Вот просто представьте, три тысячи рублей аренда гектара на год. Я прямо так и сказала, что наши будачники с удовольствием вместо своих дач взяли бы этот гектарчик. Еще и холлили лес, ягоды, грибы собирали. После сентябрьских выборов вы первый раз у нас в павильоне на программе «Семь дней в регионе». Теперь в качестве вице-спикера. Скажите, поменялось ритм жизни ваш, может быть, мировоззрение даже в связи с тем, что у вас новая должность в Госдуме? Вы знаете, когда я в прошлом созыве стала председателем комитета, я считала, что это самая большая нагрузка, которая может быть. Сейчас я уже понимаю, что вроде бы она была не такой большой. Нагрузка упала именно сейчас, потому что я курирую четыре комитета и полностью всю повестку. И 142 страны. Поэтому так бодренько, но интересно. Ольга Николаевна, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли сегодня к нам на программу вице-спикера Государственной Думы. Ольга Епифанова была сегодня с утра у нас в гостях. Теперь к теме, которая у многих вызывает боли и непонимание. Украина. Чиновники незалежны и никак не могут успокоиться по отношению к России. Они там приняли закон о запрещении ввоза и торговли книгами антиукраинского содержания из Российской Федерации и Крыма. При этом не указано, какие именно книги следует считать антиукраинскими. Согласно документу, идеологическое содержание книг будет проверять специально созданный общественный экспертный совет при Гостеле радио. Если кто-то будет улечен в нарушении закона, то штраф 14,5 тысяч гривен. Это чуть больше 30 тысяч рублей. Эксперты говорят, что сначала ограничат ввоз всех русскоязычных книг вне зависимости от тематики, а уж потом введут санкции против работы российских издательских домов. Интересно, а подвергнутся ли изъятию книги, которую украинцы много лет зачитывали до дыр? Сегодня у нас в гостях Оксана Петрова, наша землячка. Она родилась и училась в Архангельске, а после окончания школы поступила в Киевский государственный университет и осталась жить в Украине. Оксана прилетела в Архангельск в пятницу на вечер встречи выпускников третьей гимназии. Дата-то юбилейная, и сегодня Оксана у нас в студии. Оксана, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Я, во-первых, хочу поздравить вас с юбилейной датой окончания школы, 30 лет. Это всегда очень трепетно и очень здорово, когда ученики, одноклассники собираются вместе и отмечают столь значимый юбилей. Но поговорить я сегодня хочу немножко, конечно, о другом. Все мы видим, все мы читаем интернет, смотрим телевизор и так далее. Что происходит в Украине? Запрещают книги на русском языке. Своего рода идет, что ли, гонение на русский язык. Вот скажите, это на самом деле так или все-таки что-то преувеличено? Я поняла вас, Алексей. Мы, как русскоговорящая семья, конечно, нас это все очень волнует. И мы внимательно относимся к происходящему. И слышим и читаем о тех проектах, которые у нас планируются в связи с изменением статуса, укреплением статуса украинского языка и, наверное, какими-то изменениями русского. Но на себе в жизни мы пока этого не чувствуем совершенно. То есть в городе существуют книжные магазины, где есть литература обоих, и русскоязычная, и украиноязычная. И в общественных местах, и в общении. То есть слышна речь и украинская, и русская. Ну, это правильно, потому что все равно культура, так сложились культурные традиции, что мы... Многовековые. Да, многовековые, да. Что люди общаются так, как им удобно, так, как им правильно. А на каком языке общаются в вашей семье? В нашей семье, безусловно, общаются на русском языке. Потому что родители оба севера, хотя папа, он украинец по происхождению. И фамилия моя в девичестве Коваленко. Но много лет уже прожив, больше 30 лет на севере, то есть русский язык сохранился языком общения. Хотя уже наши дети с сестрой, то есть их внуки, они сейчас больше привносят вот эту украинскую нотку. И мы с удовольствием поддерживаем. Вы знаете, языки настолько близки на самом деле, что даже иногда какие-то чувства и эмоции мы подбираем более яркое слово внутреннее. Иногда это может быть из русского языка, а бывает это больше выражает суть и как-то эмоции украинской. То есть мы, безусловно, их употребляем в речи. Иногда можем насладиться, поговорить, но всё равно основным языком общения у нас остаётся русский. Ваш сын учился в школе, теперь поступил в высшее учебное заведение. Там преподавание ведётся на украинском всё-таки языке. Не возникает каких-то трудностей? Всё-таки он вырос в русскоговорящей семье. Абсолютно нет. Он одинаково хорошо знает оба языка. В школе не во всех, но мы выбрали ему школу, где было преподавание русского языка. То есть он знает русский и очень хорошо знает украинский. Он его очень ответственный и долго готовил для поступления, потому что этот экзамен сейчас украинского языка один из основных для поступления в высшее учебное заведение. Он всегда стоит на первом месте, даже в технические вузы. У меня сын в гуманитарном пошёл на юридический факультет, но даже в технических он всё равно один из первых. И в университете продолжают изучать, опять же, украинский язык уже, либо как деловой уровень и так далее. То есть он учится. Но трудностей нет, и переход с одного языка на другой, иногда мы даже не отдаём себе отчёта, когда, да, то есть идёт вопрос или идёт к тебе обращение, и ты говоришь на русском, и тут же можешь переключиться на украинский. То есть я считаю, что это, наоборот, даже обогащает человека, как если мы прибавим к этому английский язык, ещё немецкий. Но это же прекрасно. Буквально полиглотом можно назвать человек. Я помню, когда был в Украине, и вышел на вокзале с поезда, и мне нужно добраться было до гостиницы, я подошёл к водителю маршрутки, и он мне на украинском объяснил, и я всё понял с первого раза, как мне доехать. Не было ли у вас проблем с выездом из Украины в Россию? Да, вы знаете, мы даже немножко волновались по этому поводу, не были давно, всё в порядке. И немножко сейчас проблемы с билетами, трудности приобретать билеты с одной стороны, с другой. А так абсолютно мы очень комфортно доехали и пересекли границу. В общем, очень доброжелательно вели себя обе стороны, что было приятно, потому что, безусловно, это задаёт настроение сразу всей поездки. И тут нам было приятно, что Родина нас сейчас, Украина, красиво проводила, а Россия очень достойно встретила Вторая Родина. Да, здесь всё было великолепно. Вот говоря о двух странах, у вас буквально так светятся глаза, и светятся глаза наверняка ещё и от того, что всё-таки 30 лет вашему выпуску, и вы встречались с вашими одноклассниками. Это всегда приятно. Кого бы сегодня вы из преподавателей, из учителей Третьей гимназии хотели бы особо отметить, может быть, привет даже передать, как говорится, пользуясь случаем? Знаете, спасибо вам большое за эту возможность. Это действительно очень волнующее мероприятие, встреча. Я даже могу сказать, это мои мысли, почему. Я это всегда подчёркиваю. Мы сейчас все такие, как мы сложились уже, как люди, потому что мы росли вместе, и каждый из нас как-то повлиял друг на друга. И становление личности нашей, и всё будущее, и карьерный рост, и личная жизнь, они чем-то все были запрограммированы вот тогда. Вот тот наш. У нас два класса очень дружили, я не могу выделить А и Б. Вот это наши два класса, мы очень близки. Поэтому мне безумно, невероятно приятно было видеть всех одноклассников и со-одноклассников из Б-класса. Очень приятно, и спасибо всем, кто смог, захотел и получилось вырваться, построить правильно план. То есть мы говорим, что у желания есть возможности, и кто желал, то всё получается. Всем огромное спасибо, и всех очень рада было видеть. Спасибо учителей у нас уже немного, и нашего классного руководителя, нашего класса, к сожалению, уже нет. Но вы её помните? Мы её помним, безусловно, да, Веру Михайловну. И теперь у нас осталась одна классная мама, Галина Васильевна, которая знает, что выбор профессии даже моей, связанный с физикой, это спасибо ей, она повлияла. Я говорю ей спасибо, она гордится мной, потому что именно в университете я поступила на физический факультет. И особенное спасибо это нашей любимой учительнице Селивановой Ольге Юрьевне, которая была у нас и другом, и психологом, и до сих пор для многих остаётся очень близким человеком. Оксана, я благодарю вас, что вы нашли время, приняли приглашение сегодня прийти к нам в студию. Я желаю вам удачи и передавайте привет всё-таки дружеской Украине. Спасибо большое, Алексей. У нас в гостях была сегодня жительница города Киева Оксана Петрова. С 1 февраля проиндексирована ежегодная выплата почётным донорам. Её размер увеличен на 5,5%, до 13 041 рубля. Эта денежная выплата начисляется один раз в год, не позднее 1 апреля. Но о других нововведениях, что вступили в силу с 1 февраля, прямо сейчас. Последний месяц зимы стартовал с индексации страховых пенсий. Для неработающих граждан она выросла на 5,4%, то есть на уровень официальной инфляции в 2016 году. Среднее повышение размера страховой пенсии по городу Архангельску составит более 875 рублей, а средний размер пенсии составит более 17 082 рублей. В Москве теперь решают, как не обделить трудящихся. Главная задача, которую мы ставим перед собой, добиться того, чтобы индексация пенсии в этом году на уровне инфляции прошлого года была осуществлена не только неработающим пенсионерам, но в том числе и работающим. И хочу сказать, что вероятность такого решения есть, и она очень высока. С 1 февраля на 5,4% проиндексированы также единовременная денежная выплата и набор социальных услуг для отдельных категорий граждан, в их числе люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся радиации, герои Советского Союза. На уровень инфляции проиндексированы и различные социальные пособия. Например, если в 2016 неработающая женщина получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере минимум 3490 рублей, то с 1 февраля его размер вырастет до 3678 рублей. Впрочем, многие, похоже, индексации и не заметят. Что вы знаете о повышении социальных пособий, в частности детских пособий, с 1 февраля? Не слышал ничего об этом, честно. Если честно, то нет. Стыдно, да, но нет. Это адекватное повышение или нет? Да, конечно, нет. Неадекватное по сравнению с чем? Конечно, с ценами. К вопросу о цене, точнее о фиксирующих ее аппаратах – кассовых. С 1 февраля предприниматели смогут зарегистрировать только такие аппараты, которые передают информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде. Выгодно это и покупателям. Новый порядок дает гражданам возможность защитить свои права как потребителей. У граждан появится возможность получать чеки на свою электронную почту либо на мобильные телефоны. При необходимости они смогут проверить чек на легальность его происхождения и в случае установления нарушения подать жалобу в Федеральную налоговую службу, не отходя от кассы. Не на кого будет жаловаться, если вы сейчас не приватизируете свою квартиру. Февраль – последний месяц, когда это можно сделать бесплатно. Тем, кто еще не приватизировал свое жилье, нужно обратиться к соответствующим заявлениям о приватизации своей квартиры в отдел приватизации жилья по городу Архангельску конкретно. Он расположен на переулке Театральный дом 7, кабинет 27. Если гражданин до 1 марта в соответствующий орган местного самоуправления подал заявление о приватизации своей квартиры, то процесс приватизации считается уже запущенным, независимо от того, когда орган местного самоуправления закончит подписание документов и составит договор. Телефон отдела приватизации жилья в Архангельске – 65 08 34. Три категории граждан могут пользоваться правом бесплатной приватизации до 2020 года. Дети-сироты, жильцы аварийных домов и крымчане. Что бесплатно для всех, так это так называемый дальневосточный гектар. Каждый россиянин может получить его безвозмездно на 5 лет. В этот срок его нужно освоить. И после успешного освоения, после пятилетнего срока использования земельного участка можно оформить либо в аренду, либо в собственность. Что интересно, подать документы, заявку на получение такого земельного участка можно в любом регионе Российской Федерации, в том числе здесь, в Архангельске. Для этого нужно обратиться в офис кадастровой палаты на текущий момент. Позже эту услугу будут предоставлять и многофункциональные центры. Как подать заявку? Как выбрать участок? Что значит успешно его освоить? Что вообще можно делать с этой землей? Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить по телефону горячей линии Росреестра 8 800 134 34. Подробную информацию можно найти на сайте nadalnyivostok.rf. Алексей Калельский, Евгений Зыков, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. На сегодня все. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит этого события еще не произошло. Говорю большое спасибо всем нашим зрителям и коллегам, с кем делаем эту программу. Кстати, в ночь с воскресенья на понедельник в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус 30. При прояснениях в некоторых районах до минус 37. Так что одевайтесь теплее и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин